через sqlg составляли до таблицы варис на крыльте и был а нету до этого еще куда а только в db-браузере да а через код там в sqlg есть код который двух видов нь и они примерно все одинаковые в общем ddl у нас вот create create table создает таблицу и в ней поля. Потом добавляют еще ключи и так далее. Можно еще alter table менять таблицу. А потом у нас возникает уже data manipulation. Definition это определение. Манипуляция это манипулирование. Это понятно, да? Data definition это у нас create table, alter table и drop table. То есть создать таблицу, можно поменять таблицу и удалить таблицу, уронить таблицу. А data manipulation language это у нас получается select, insert, update, delete. и drop специально разные слова приняли. Понятно почему, да? Drop удаляет целиком таблицу, а delete удаляет строки в таблице. И у нас с SQL в том видеокурсе по отрицающим обстоятельствам есть тоже тренировки. И структура базы данных, и с самими SQL выражениями. Там на примере базы данных Firebird. А так все они примерно одинаковые. Я сейчас покажу. В Django немножко другая система. Здесь они хотят все делать на одном языке. Это можно понять, да? И поэтому каждая таблица описывается как модель. И Django сам потом создает SQL выражения. Вот мы же знаем, да, зачем нужны SQL выражения? Это стандартный способ общения с сервером базы данных, да? Мы туда отправляем SQL выражения, он их понимает и нам что-то возвращает, да? То есть мы какие серверы баз данных знаем? Вот в разработке в Django вложен SQL lite, да? Маленький. Потом есть такой простенький MySQL. Есть навороченный Postgres SQL, да? Есть еще платные MS SQL, Oracle и так далее, да? Получается, Postgres довольно хорошо работает, но когда огромные размеры, уже вынуждены ставить Oracle, потому что у него скорость высокая. И там какие-то специальные уже меры они принимают. Понятно? А так, в принципе, для наших задач, для отладки мы можем начать с SQL lite. Он работает только с одним пользователем, с нами, да? Это понятно? А Postgres уже на боевой сервер можно поставить. Или MySQL, если задача не очень большая, MySQL. А так, в Postgres просто функциональных возможностей больше, а? Ну и из бесплатных. А так, если ваше приложение станет очень популярным, и там очень много будет транзакций в нем, то установка платного сервера уже будет не вопрос, а? А пока будем работать open source, а? Вы знаете, да, чем отличается open source от коммерческих приложений? Нет. Open source у них открытый исходный код, у них рекламы тоже нету. Просто вот некоторые люди хотят что-то сделать хорошее для остальных людей, да? А вот когда появилась сеть интернет, такие люди стали объединяться в сообществе. Так он один, и особо много хорошего не сможет сделать для людей. А когда таких 3000, каждый примерно в день по часу выделяется, и они делают передовые продукты, которые конкурируют с работой компаний. Вот, допустим, Linux, слышали, да? На его базе построен Android. Или FreeBSD, на его базе построен MacBook. Вот. Или вот сама Django тоже так построена. Потом сервер, веб-сервер, знаете, да, что такое веб-сервер? Ну, он на сервере крутится и пока отображает страницы. Вот мы Django будем встраивать веб-сервер. Есть веб-сервер Apache, американский. И вот в Rambler один еще Игорь Суслоев работал. Он сделал NGX лучше Apache. Потом Rambler на него в суд подавал, чтоб права на NGX хотели отжать у него. Ага. А так сейчас NGX даже популярнее, чем Apache стал. Просто не уважают таких людей, да? Если бы он работал не в Rambler, может быть, а в другом месте, то поддержали бы, да? А так его гнобили даже. А он сделал продукт лучше, чем американский. И много еще других программных продуктов, которые делают в рамках Open Source. Вот. Тот же самый Django, Vue.js тоже. И, а есть коммерческие программные продукты. Например, сервер, веб-сервер есть один из Bittrex. Он платный, да? Ну, и остальные тоже. Вы поняли, да? Мы изучаем Django. Он популярный, он бесплатный. Open Source. Вот. Так, получается, вот эта модель, мы немножко отступили, да? Вот. Это таблица, фактически, которую составляют. Вот как в Excel таблица же есть, да? Похожая на нее в базе данных. И колонки этой таблицы называются полями, да? А строки называются строками, да? Row, да? А column field получается. И колонки этой таблицы мы определяем вот в классе, как элементы класса. Понятно? И получается, сам Django, то, что мы здесь написали, он потом его переводит на SQL. SQL, это язык структурированного запроса. SQL, да? Вот. Select и так далее. Create. И работает с базами. Мы просто можем указать, какой базой работать. SQL немножко отличаются. Допустим, Microsoft SQL от Postgres. Некоторое небольшое отличие есть, да? А Django сам знает то, как работает. И каждому именно в его формате отправляют команды. Вы поняли? То есть вам не надо изучать особенности 5-6 разных систем управления базами данных. А достаточно, вот, используя классы и методы, это функции в Django, и работа с ними будет единообразная. Это интересно? А? Борис? Не изучать 20 разных систем, а писать на одном языке, и с этого языка по 20 систем она сама переводит, да? И вот этот процесс перевода с языка Django на язык баз данных, как вы думаете, как называется? Миграция. Да. Ну вот, мигрируют же люди там, приводные, да? Сезонно. Или в другие страны. И данные. И так. Теперь вот я хочу еще объяснить, чем отличается метаданные от данных. Знаете, да, в чем разница между метаданными и данными? Ну, что у нас такое данные? Данные, это у нас получается в таблицах, да, получается, в SQL. Вот я пример покажу. Так. Так. У нас могут быть там, получается, поля, да? Разные. А это записи. Вы поняли, да? Вот. И какие здесь поля в таблице? Здесь перечисляется, да? Вот у полей могут быть типы, да? Знаете, да, что такое типы? Вот посмотрите в YouTube короткометражный фильм «Альтернативная математика». Видели, нет? Обязательно посмотрите там. Ученик первого класса на задание 2 плюс 2 написал 22. И ему учительница говорит, куда мы складываем числа, мы не просто их пишем вместе, там другое правило. А ученик говорит, это тупо, убегает. Потом приходят родители этого ученика и пишут жалобу на учительницу, что их сын уникален. А они этого не отмечают, да, учителя? И что надо со школы приучать, что задать может быть много решений. И потом эту учительницу уволили за плохое отношение к ученикам. И директор говорит, что несмотря на то, что мы вас уволили, мы исполним наше финансовое обязательство. 2 тысячи долларов за текущий расчетный период и 2 тысячи долларов за последующий расчетный период. В итоге 4 тысячи долларов. А учительница говорит, неправильно. 22 тысячи долларов. Борис, не смешно что ли, да? То есть для текстовых данных операция плюс это просто опишем рядом. Если двойка у нас текстовая и вторая двойка текстовая, то плюс к чему приведет 22, да? Я бы на месте учительницы 2 тысячи и еще рядом 2 тысячи написал. Какая цифра будет? Да, надо было вот это потребовать, да? Раз они задания говорят, что может быть больше одного ответа, то и оплата за 2 месяца тоже может быть другими вариантами. Так вот, у нас есть типы данных и с каждым типом данных я эту историю поясняю, чтобы проще было понять, да? Есть разные правила. Допустим, с числами мы их что? Складываем, да? С текстом мы пишем рядом плюс, да? А вот что делать с датой и временем? Датой, допустим, да? 22 апреля, вот допустим, 2002 год, 5 месяц, 22 число. И 2002 год, 10 месяц, 1 число. Можно ли их складывать, вычитать, как обычно? Например, какой формат? Ну вот, давайте, задача вам. 2002 месяц, да? Калькулятор, да? 2002 год, то есть, да? Пятый месяц. И какой апреля пусть будет? Это у нас май, да? 20 мая, да? И 2022 год, 10 месяц, 05. Как мы между ними будем находить разницу? Ну, а как она внутри делается? Как бы вы это сделали, а? Борис, как бы? Обычно программисты как поступают? Даты хранят в количестве, если это дата, да? Дни от какого-то числа. Понятно, да? А в днях вычислять разницу уже легче, правильно? А потом обратно переводят в годы, месяцы и дни. Ясно? Поэтому у нас для разного типа этих переменных, разные операции, да? В пайтоне тип переменных определяется когда? На какой этапе программы? Когда мы значение, допустим, а равно 2, значит, а какой у нас будет? Интеджер, да? Целый. А еще какие типы есть? Здесь float. Вещественный, да? Почему он float? А почему не целая float? Ну, чтобы... Вот смотрите. Как записывается, вот, флот по-русски называется вещественное число, да? Или число с плавающим точкой или запятой, да? Оно записывается в виде двух чисел. Мантисса и показатель. Мантисса, например, вот, 0,3,4,5,5, где плюс 1, да? Это означает, что... Это означает вот это умножить на 10 в степени 1. Мы можем это число немножко по-другому представить. Да, если 0 добавим, е плюс 2. Это тоже самое число будет, да? 0,314 умножить на... 10 степени 2 это что? 100, да? И 0,3... 0 целых... умножить на 100 вот это число, сколько будет? А? А? Да. А мы можем... Ну, здесь единственное... Вот эта длина мантисы, она фиксированная. И вот эта пятерка у нас выпадает. Я просто специально короткую взял. И точно теряется. Понятно? Когда мы вещественные числа складываем, он приводит к одинаковым показателям. А в мантисах получается, чтобы... Вот еще нолик, если добавим, да? 3, да, уже будет? Здесь пятерка теряется, да? Вот, понятно? Почему плавающая? Там... Где у нас там флот, да? Вот, да. И так, понятно, почему плавает? А, туда-сюда плавает, а показатель меняется. То есть, при умножении без проблем можно умножить. А при сложении надо поменять эти числа так, чтобы показатели были одинаковые, он складывает мантисы, а потом показатель остается. Ясно? Вот, значит, у нас целые вещественные есть, текст, дата, да? Еще какой тип есть? Булиан. Да. Что такое булиан? Танет. Ну, вообще, там, оказывается, когда Джон Буль систему придумал, там у него много вариантов, может быть. Да, нет, это из них самый минимальный вариант. А так, может быть, еще какие-то комбинации, ясно? вот, и зачем нам да и нет? Ну, мы это делаем как флаг используется будет, флаг называется, булицкий флаг, выставим, какой-то показатель он есть или нет, да? А также флаг может быть числовой, тогда уже больше двух вариантов. Понятно? Ага. Кроме того, у нас еще могут быть типы полей, это какой-то вкладываемый файл, Например, фотография или что-то другое. это уже блок поля. Понятно? Вот, мы в таблице определяем поля, вот, вот у нас есть carefiled и textfiled. Чем отличается carefiled от textfiled? Carefiled это character, буквенное поле. Чем отличается буквенное поле от текстового поля? У буквенного поля мы указываем длину, которую в базе будем резервировать. Понятно? А текстовое поле, оно может быть произвольной длины, просто когда текст закончится. Ясно? Вот, допустим, получается, в carefiled мы какие-то короткие вещи будем вкладывать, да, типа, фамилия, имя, отчество, лучше в carefiled, да? А в textfiled какие-то, допустим, комментарии, да, поле. Вот, представьте себе, лалафо, например, да, видите ли сайт лалафо, да, при покупке недвижимости, там, допустим, какие-то параметры лучше хранить в текстовых полях, какие-то, кисловые, какие-то буквенные, да, ограниченные длины. Ясно? Вот, если длинный комментарий, то его лучше в тексте хранить, потому что под него выделяется место столько, сколько нужно, да, а какие-то короткие, но всегда заполняемые, допустим, ник, выложен, это логин пользователя, да, который это выложил, лучше его хранить в carefile. Поняли, да, разницу между carefile и textfile, да? Так, date, а? Да, чтобы оптимально использовать, потому что базы же потом разрастаются до гигантских размеров, да, а для этого надо покупать или арендовать железо, да, ну, сейчас в облаке тоже вариант, но, в конечном итоге, облако это тоже, кто-то купил это железо и дал вам его поставить, да, и надо это все оптимально использовать, чтобы не переплачивать, потому что кто платит за хостинг, за трафик, да, вот если мы будем организовывать, в принципе, мы и заплатим, да, то, а нам что, переплачивать хочется, и кроме платы за диск еще время выборки данных тоже влияет, ясно, так, поле date time field, да, дата времени, есть еще поле image, да, boolean, а это у нас foreign key, то есть, для того, чтобы связывать одну таблицу с другой, да, мы сейчас еще посмотрим, integer field, да, получается, и float, да, вот, не обязательно все вот эти правила, как вот это записывать, выучивать, главное понять смысл, а как конкретно писать, в каком формате, это уже можно, что, да, 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 потому что у нас объем же головы ограниченный, видели фильм советский еще про Шерлока Холмса, или книгу читали, Шерлок Холмс, ну, у него такое мнение было, что не надо запоминать ненужные вещи, и он не знал, что земля вращается вокруг солнца, он думал, что солнце вращается вокруг земли, потому что он это видит, а информация о том, что земля вращается вокруг солнца, мешает ему вести расследование, это, конечно, анекдотичный пример, но в целом сути верная, понятно, да, так, поэтому главное понять нам, так, теперь смотрите, Джанго, посмотрим, как оно пишется, так, посмотрим, как оно пишется, и еще вот такие варианты тоже могут быть, еще integer не просто fill, еще и choice, да, выборы, да, и нам простой integer fill, да, нам лучше sample взять, да, всегда лучше не само правило, а пример брать, в примере понятней, да, так, вот, вот, integer fill, да, а также у нас, ну, там еще здесь есть разные настройки, которые вы можете отрегулировать, так, получается, кроме integer fill, у нас еще есть этот, да, float field, да, или real еще называют, да, и вот какие опции, можно без опции просто задать, а можно вот какие-то значения по умолчанию, например, и так далее, да, в опциях, можно задать, понятно, да, вот здесь, например, у нас же какие-то ограничения и так далее, а, мы перечислили пулески, целый, плавающий, внешний ключ, и еще это, да, one to many, many to many, да, и one to one, такие виды ключей, мы посмотрим, как они пишутся, джанго, джанго, one to one, один к одному, да, вот, допустим, у нас юрлица, и, допустим, поставщики, между ними один к одному, да, может быть, так, вот, one to one, а, я сюда пока запишу, закомментированном виде, пусть он будет, да, вот этот, получается, foreign key, он стандартный, one to many, а, здесь, наоборот, простой foreign key, это one to many означает, да, один ко многим, а, many to one, с другой стороны делается, да, понятно, с другой таблицы ссылка делается, а есть еще у нас вариант, many to many, да, many to many, так, вот, получается, у нас, ключи, могут быть, трех видов, да, вы поняли, да, обычный ключ, это один ко многим отношения, потом, один к одному ключ, и много ко многим, да, вот, в обычном SQL, нету стандартного много ко многим, там приходится создавать, дополнительную таблицу, и к ней, два отношения, один ко многим делать, вот, а в Django, чтобы этого избежать, удобно сделали много ко многим, так, теперь давайте, вот эти все пока уберем, да, вот эти вещи нужны нам, для того, чтобы в оформленном виде данные выводить, там порядок и так далее, да, так, это у нас все, пусть будет, образец, да, получается, мы его закомментируем, и создадим новый класс, у нас же рисунок был, на физические лица, юридические лица, поставщики, да, уже перевозчики, да, правильно, так, вот, когда начнете полностью, вот эту систему делать, вот тогда, почувствуете, да, силу и удобство, так, да, ну, я это уже открыл, в прошлый раз, вы начали делать, да, IR, а скинете мне, хорошо, вот, XML-вариант, Борис, тоже, да, IR-диаграмма, получилось что-нибудь, да, так, на выходные тогда, в группу тогда сразу скидываете, ладно, рисунок скиньте, можно же оттуда, SVG, импортировать, да, а SVG можно уже в браузере открывать, и вот, помните, мы так открывали, так, у нас, для примера, у нас было, в прошлый раз, вот просто, куда мы скинули, я не помню, загрузка, да, а, вот она, да, 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 это, это труд, это труд, это делается, за серьезное время, да, это, вот, первый этап анализа, это картирование процесса, второй этап анализа, это IR, и третий этап анализа, это определение внешнего вида положения, если заранее не определить внешний вид, то что будет, ну, вот книга, я вам говорю, психбольница в руках пациентов, программа будет, такое, что людям будет неудобно пользоваться, поэтому, внешний вид надо заранее определить и согласовать с клиентом, ну, может быть, некоторые изменения могут быть, пока делаем, что-то поняли, что не учли чего-то такого-то, да, всегда же так, человек же отличается от создателя, и человек, хорошая мысля приходит опосля, вот, и, поэтому в первичные документы потом будут вноситься изменения, ясно? Вот, у нас получается, как мы действуем, вот, BPMN, мы сначала делаем этот BPMN, вот этот, да, так, для этого тоже программа есть, я вам говорил, да, BPMN делаем, потом на его основе уже делаем ER-диаграмму, ну, можем на основе ER-диаграммы сразу составлять вот такие модели, да, Django, а потом делаем уже заготовки, спецификацию, то есть, графического интерфейса пользователя, да, GUI, да, по-русски QI, да, графический, GUI по-английски, да, иногда же читают, G как G, да, и User Interface, да, 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 так, и и получается данные, как они выглядят, потом бизнес-логика добавляется, как с этими данными работать, да, и отчеты, да, какая отчетность выходит, графический интерфейс пользователя мы можем выводить, получается, на веб-платформу, в браузер, да, или на мобильное приложение, раньше еще был популярный вариант десктопный, ну, и сейчас тоже можно сделать при необходимости, вот, при помощи того же расширения VGS, можно и десктопный вариант тоже сделать, да, и мобильный тоже, но сейчас наш основной удар на веб, да, получается, так, теперь давайте оставлять, устроить классовое общество, да, так, у нас класс, мы вот, для вот этого делали, да, получается, из лицо и юрлицо, да, так, из лицо и юрлицо, так, где у нас таблица, здесь же, получается, из лица и юрлицо, так, класс, person, да, он наследуется, вот, в объектно-ориентированном программировании есть такой термин, наследование, просто он берет этот класс и туда добавляет еще что-то новое, понятно? так, у нас получается title, наименование этого юрлица, так, из лица, у нас тут еще был вариант модели, так, можно добавить, оказывается, verbose name, нам, чтобы, вообще, что это такое, это уже мета-данные, да, а для этого, порядок сортировки, мы пока задавать не будем, он уже потом, по ходу написания программы, вот, допустим, может быть, сортировка по дате, по вводу, там, по алфавиту, и так далее, да, но это мы потом, когда будем отображать данные, мы будем уже еще уточняющие, вот, добавлять, ясно? так, теперь смотрите, у нас класс person, да, и сразу добавим к нему вербозное имя, так, что это такое, это у нас физические лица, да, и лица, да, и лицо, и здесь сразу, что такое plural, знаете, да, физ лица, потому что у нас, может быть, одна запись, или может быть, много записей, и джанго, что делать, если одна запись, а что пишет, физ лицо, да, а если много записей, что будет делать, физ лица, да, так, теперь у нас, у наших физ лиц, наименование физ лица, нет, наверное, не наименование будет, а уже фио, да, фио, и тогда не title, а что, name, да, может быть, это, поделим, first name, сколько может быть, 50 хватит, да, у нас first name, имя, да, имя, last name, да, давайте, пока, у нас будет только first name, и last name, да, имя, и фамилия, да, вот, в русской системе, есть еще отчество, а за рубежом отчества нету, там у них, ну, в английской системе, иногда может быть, mid name, да, Ethan Allen, старший, младший, да, вот, например, да, в разных странах, разная система имен есть, вот, допустим, в испаноязычных странах, 5-6 имен человека, говорится, да, Астап Сулейман, Берт Мария, Бензерпей, да, вот, традиционно, у грозов, где-то-то, тоже есть такое, да, ну, мы оставим только first name, и last name, да, потому что есть разные варианты, если будет желание, именно по именам привязать, то, это будет у нас отдельная система, хорошо, так, first name, last name, кто нас еще может интересовать, от физлица, фонда, mobile, да, или что, это если продавец, этот будет, нет, или там person, это же не spot, а, да, 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 mobile, да, мобильный еще, мобильный, 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 там еще, whatsapp, и так далее, можете, уже на свое усмотрение, расширять, да, так, да, могут быть, эти, ну, в зависимости от гражданства, допустим, если он резидент, какой страны, а, в Кыргызстане называется, и на на, и на на, а в других странах, это может назваться, по-разному, паспорт номер, еще такие, ну, хорошо, давайте, напишем, как и напишем, и на на, а, хорошо, в принципе, возрасты нас не интересуют, да, для поставщиков, и так далее, кто еще может интересовать, какие данные, юридического адреса, офис лица нет, да, какие еще могут быть параметры, интересные, поставщиков, о, 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 да, да, или таун, да, таун, таун, тут будет, да, локэйшн, локэйшн, да, локэйшн, там еще может быть, какой налоговый, он это, да, зарегистрировал, и так далее, да, ну, здесь уже, когда можно, вот, конкретную специфику заносить, ясно, да, плательщика, да, это юридического, так, давайте, я сейчас сразу вам связь покажу, один ко многим, да, а потом уже заполнять, вот так, это уже, у нас связь есть, один к одному, да, у нас, допустим, вендор, и физлицо, там у нас будет связь, one to one, да, теперь вот, класс вендор, да, пусть будет, да, класс вендор, вендор, так, у нас получается, поставщик, да, и, поставщики, да, так, теперь эти поставщики, у нас могут быть эти, физические лица, или юридические лица, поэтому давайте, юридику тоже создадим, хорошо, company, да, company, так, наименование, да, все остальные поля, вы сами пишите, я пока уберу, хорошо, а, и на не в принципе, там телефоны могут быть этого, телефон юриста, телефон бухгалтера, телефон руководителя, ведете, хорошо, location, а, location, это, локация, да, вы поняли, да, как это вообще, что из себя представляет работа в джанго, не на этом этапе, так, в общем, теперь, мы еще создадим, условное, физлицо, которого нет, и условную компанию, которую нет, чтобы один к одному, подождите, так, один к одному лучше здесь, вот смотрите, бывает такой случай, когда, с одним и тем же наименованием, создают несколько вендоров, один вендор, допустим, на валюту, в USD, для расчетов, да, а второй, для расчетов в сомах, а так, это одна и та же компания, понятно, так, нам лучше, получается, привязать, вендора, к этим, связи, один ко многим, потому что, один к одному, здесь связь не пойдет, потому что, у нас может быть, вендор, или физическое, или юридическое лицо, много, это ноль тоже, ясно, да, так, вендор у нас будет, поставщик, да, и теперь, у этого поставщика, что, допустим, пусть будет, валют, аэрнс и валюта, да, валюта, и теперь, давайте еще, буллиска, переменную сразу поставим, он у нас, физик, или юрик, так, так, из, является, является физлицом, да, является физлицом, нет, юрлицо, да, получается, так, и теперь, мы сделаем завязку на компанию и на персон, в виде обычного, получается, foreign key, так, получается, здесь, так, здесь у нас, получается, перед лицом, и лицо, а также, у нас поставщик, может быть, кем, юрлицом, да, так, так, и вот таким образом мы будем обвязывать, получается, все таблицы между собой, например, если мы подключим, базу данных не SQLite, а MySQL, то там вот есть программа, которая не поставилась у кого-то, которая вот такую систему создает, из этой базы, или можно подключить, или можно даже подключить в качестве базы Microsoft Access, с однопользовательским доступом, да, а там, знаете, да, в Access тоже, и R-диаграммы есть, из таблиц, видели, да, на видео, да, я не показывал, но там есть, вот такую диаграмму, в Microsoft Access можно построить из таблиц, которые созданы, то есть через Django создать все эти таблицы, вы поняли, да, в общем, получается, как минимум два инструмента есть, а так надо посмотреть, SQLite и R-диаграмм, да, так, SQLite маэстро, оказывается, есть у него и R-диаграмма, а вот это, кстати, и R-диаграмма, да, получается, да, это от него, от SQLite маэстро, или от другого, а он платный оказывается, в общем, можно поискать, в общем, какую-то из баз, если скинуть, и автоматически создаться, но ее можно потом еще разравнивать, вот эти резиновые ниточки, растягивать, чтобы не все в кучу, а вот понятно было, да, что с чем связано, ясно? ну вот, теперь задача, получается, вот такую составлять, вот такую доставить, да, потом от нее вот такую, поняли, да, Борис, не сложная задача, да, вот мы составим, потом будем наполнять эти данные, таблицы, получается, да, в Django есть такое понятие, как админка, можно ее настроить, и заполнялка генерируется, можно вот с веб-интерфейса заполнять, или можно через код в Python заполнять, вот в том курсе, и с админкой, и с кодом показано, как это делать, ясно? А так у нас заполнять будут некоторые данные, у нас будут заполнять администраторы, некоторые данные будут заполнять пользователи, да, в зависимости от роли, допустим, если это кладовщик, да, он свои по складу, ну или там остальные, да, планировщик по своим этим, да, понятно? Вот так система и работает, получается, каждый заполняет данные, кто-то данные имеет доступ в правом записи удаления, а кто-то имеет в правом чтения, да, а кто-то и читать не может, да, и вот составляете таблицы, заполняете данные, потом эти данные отображаются, и суть этой информационной системы компании состоит в том, что эти данные в каком-то определенном виде заполняются, становятся доступными оперативно, чем они по телефону будут звонить и кричать, или в бумажках записывать, или даже в файлах, а если в системе, она же по правилам заполняется, система, и если правильно заполняется, допустим, вы пробовали играть в пассианс не на компьютере, тяжело, да, почему? Самому отслеживать соблюдение правил, это тоже труд, да, а пассианс в компьютере, он что делает, какую часть работать на себя берет, соблюдение правил, сам смотрит, да, и получается, вы сосредотачиваетесь только на чем? На игре, да, точно так же в информационной системе предприятия, если ее нету, компьютеры есть, там куча Excel файлов, раутин, да, и еще каждый сотрудник новые правила вносит, да, один увольняется, правило другого должен разобрать, это что получается? Да, это кошмар, да, а если сама система следит за правилами, а задачи сотрудников только по этим правилам заполняют, то что? Да, получается, мы можем предприятие масштабировать, да, еще сотрудников добавить, просто объяснить, как в данные вводить, а если эти данные руками пишут, то такого человека подготовить долго может быть, да, средства на подготовку, потом текучка кадра бывает, ну, разные проблемы вешаются, да, а если информационный, профит поняли, да, от информационной системы, просто надо изучить работу каждого предприятия, а также передовой опыт аналогичных предприятий за рубежом, поставить картирование процесса, модель данных, связи между таблицами, таблицами, таблиц у нас может быть потом 200, 300, даже 500, потому что много самих данных, да, и джанго мы будем еще делить на, я покажу в будущем, так называемое приложение, да, чтобы в одном приложении, допустим, какое-то охватываемое разумом количество таблиц, ясно, и вот в SAP у них 20000 таблиц оказывается, но в принципе работа это несложная, просто все расписываем, какие таблицы, как они связаны, и какие права, тоже подготовим, крут знаете, да, как расширывается, create, read, update, delete, да, create создать, read читать, update обновлять, delete удалять, да, крут таблица, то есть кому какие права даются, в зависимости от роли, на какую таблицу, даже на какие отдельные поля таблицы можно дать доступ, и по сути это и есть разработка информационной системы в Django, а также сайта, в сайте там еще дизайн, да, дизайн появляется, а в информационной системе тоже дизайн графического интерфейса пользователя, вот допустим у нас в этом Vue.js у нас есть выпадающий, выпадающий список, да, вот такой выпадающий список, может быть ясно, да, так, обычно еще работающие примеры были, хотя бы не работали, а вот здесь, во Vue.js у нас получается стандартные элементы, да, вот результат, да, это у нас поле ввода, да, а это у нас получается лейбл, то есть его менять не можем, но там из программы что-то отображается, а здесь многострочный текст, это у нас чекбокс, истинно ложь, это у нас получается множественные чекбоксы, да, ну все, что нужно для информационной системы, да, вот радиобатон, это кнопка переключалка, да, вот это нажимаете, это отцепляется, да, выпадающий список, вот можно выбрать этот, этот, потом, такой есть еще, да, он тут еще длинный, да, так, вот такой есть, потом есть еще в Vue.js это, в Vue.js табы, да, табы же тоже, знаете, да, что такое табы? Вкладки. Так. Здесь фото, как раз я показываю, я хотел посмотреть, например, табы в Vue.js. Ну вот, первый, второй этап, да, а на табе уже могут быть у нас вот эти все разные элементы, Vue.js еще, Grid, есть, да, грит, знаете, что такое, да, сетка для ввода данных. Вот, видите, можно сортировать по полям сетки. Есть еще Grid, редактируемые. Вот, получается, наши данные, которые в таблице, в браузере или в мобильном приложении будут отображаться в эти стандартные элементы управления, да, и наша информационная система состоит, получается, из таблиц, это на бэкэнде, да, а на фронтэнде у нас будут стандартные элементы управления. Вы поняли, да, меня? А между ними данные будут перегоняться в формате JSON. Это я еще покажу в деталях. Сейчас главное, чтобы общую суть. Теперь свет в конце туннеля виден, да? Чем, что из себя будет представлять информационная система. Вот вам теперь задание, ваше задание дописать модели, да, доделать ER-диаграммы, доделать BPMN, MN, окей? Ну, вы уже наполовину уже поняли, как это все делать. Теперь в видеокурсе посмотреть, конкретно каждый шаг делается, и все, компания уже у вас готова по продаже софта. Наш? Да, наш. Да, я его отправлю. Таблица, да. Да, карточка будет, да. Это метаданные, то есть название, как этот класс отображается, единичным множеством, там еще другие могут быть, вот здесь в примере сортировка, например, и так далее, да, это уже дополнительные данные, метаданные, это данные о данных. Да. Она будет в базе данных на сервере лежать. Да. Здесь мы определяем просто какие таблицы будут, может быть, какие-то данные можем вносить в текст в виде кода, потом будет так называемый момент, называется миграция. Это вот с этих классов создается SQL, таблицы и возможно данные все туда заносится, на сервере это уже будет, под паролем, там удаленным доступом. Ясно, да? То есть Django сильно облегчает. Вам не надо изучить два языка, там SQL и на одном языке все можно сделать. В принципе, если у вас уже сильно раскрученный сайт или приложение, информационная система и требуется оптимизировать запрос лучше, чем сам Django делает, то там есть возможность вносить вручную SQL команду тоже. Это когда уже хирургически будете действовать, когда система станет большой, ее тонкие настройки, где-то узкие места возникают, где надо регулировку делать, для этого можно SQL тоже внести. А так, по большому счету, даже не зная SQL, понять. Понятие SQL знать надо, отношение много к одному и так далее, это все из SQL к нам пришло. Потом там еще Django ORM, это выборки, select, мы с этим еще столкнемся. Просто каждый раз я одну мысль даю, если слишком много мыслей, меч, противник, все вокруг смотрят, то видели этот фильм, да? Последний самурай. И когда он научился сосредоточиться, он победил. Как его звали? Актер. Вот. Поэтому на каждом уроке мы сосредотачиваемся на чем-то одном, да? Сегодня мы сосредоточились на моделях. Вы поняли, да? Исчерпывайте, что такое модели? вот теперь надо эти модели составить для тех таблиц которые заполнены полями которые по смыслу да ну возможно по ходу еще что-то будет меняться поэтому можете не бояться вариант составлять так и скидывайте в группу в кей у кого что получилось группы легко проверить хорошо так вопросы по сегодняшней теме есть когда если нет вопросов давайте мы посмотрим у кого что получилось да